В этом видео мы поговорим о следующем фундаментальном понятии реляционных баз данных, о ссылочной целостности. Суть ссылочной целостности состоит в том, что в дочернем отношении не может существовать никакой записи, ссылающейся на несуществующую запись родительского отношения. Визуально это выглядит следующим образом. Вот у нас есть родительское отношение, дочернее отношение. Мы видим, что внешний ключ дочернего отношения ссылается на вот этот первичный ключ родительского отношения. И потому любые значения, которые здесь присутствуют, обязаны присутствовать здесь. Если в это поле допустима вставка нал значений, то есть у нас неидентифицирующая связь, СУБД также позволит вставлять сюда эти нал значения. Но ни при каких условиях никогда СУБД не позволит вставить сюда некое реальное значение, которое отсутствует среди значений первичного ключа родительской таблицы. Давайте рассмотрим небольшой пример того, к чему приведет попытка вставить в дочернее отношение такую запись, в которой значение внешнего ключа не соответствует ни одному из существующих значений первичного ключа родительского отношения. Итак, мы перенесли нашу схему в реально существующую базу данных. Мы можем посмотреть, что находится в соответствующих таблицах. Вот у нас комнаты. Посмотрим, что у нас в компьютерах. Также есть какая-то информация. И мы попытаемся добавить новые данные. Во-первых, мы попытаемся добавить компьютер, который не закреплен ни за какой комнатой. Напомним, что на колонке CROOM у нас разрешена вставка null значений, поэтому этот запрос должен выполниться успешно. Выполним его. Как мы видим, все замечательно. Мы можем проверить, удостовериться, что шестой компьютер сюда добавился. Но сейчас мы попытаемся вставить в колонку CROOM значение, которого точно нет среди первичных ключей значений таблицы комнаты. Можем убедиться, что вот здесь нигде нет значения 999. Когда мы попытаемся выполнить этот запрос, мы увидим сообщение об ошибке. То есть нам сейчас СУБД говорит, что мы попытались нарушить ссылочную целостность. До сих пор мы говорили об операциях, связанных с дочерним отношением. Но что произойдет, если, к примеру, из родительского отношения мы собираемся удалить ряд, и есть такое значение первичного ключа, которое присутствует во внешнем ключе дочернего отношения. Или же, что будет, если мы попытаемся изменить, к примеру, вот это значение 2 на 55, но мы видим, что эта двойка здесь присутствует. Такие ситуации и соответствующее поведение СУБД регламентируются каскадными операциями. Первая из таких операций – каскадное удаление. Ее суть состоит в том, что при удалении записи из родительской таблицы все соответствующие записи из дочерней таблицы также должны быть удалены. Например, допустим, у нас есть какой-то новостной сайт, и мы решили, что при удалении рубрики новостей должны быть автоматически удалены все новости, принадлежащие этой рубрике. Визуально это выглядит примерно так. Удаляется какая-то запись из родительской таблицы, автоматически удаляются все записи из дочерней таблицы. Каскадное удаление поддерживается абсолютным большинством или можно даже сказать всеми СУБД. Достаточно лишь выставить вот это свойство при создании связи и дальше СУБД будет автоматически выполнять вот такую операцию. Следующая операция из данной группы это каскадное обновление. При каскадном обновлении в случае обновления первичного ключа в родительской таблице СУБД должна автоматически обновить значение внешнего ключа в дочерних таблицах. Например, пускай у нас есть некие сотрудники и платежи, информация о них связана через номер паспорта сотрудника, в случае если этот номер паспорта изменяется, должны быть изменены эти же значения в дочерней таблице рядом с платежами. Визуально это выглядит примерно так. Вот были старые значения в родительской таблице, они меняются на новые, соответственно старые такие же значения будут заменены на эти же новые в дочерней таблице. Большинство СУБД поддерживает каскадное обновление, как говорится, из коробки. Но если ваш СУБД его не поддерживает, то вы можете искусственно реализовать его с помощью такой штуки, которая называется триггер. В дальнейшем в нашем курсе мы рассмотрим триггеры подробнее. Следующая операция это каскадная установка нал-значений. При таком подходе, в случае удаления записи из родительской таблицы, значения внешних ключей в дочерней таблице будут установлены в нал. Например, наша база данных хранит информацию о некоторых договорах аренды, и здесь в случае удаления информации об арендаторе, мы должны показать, что комната им больше не занята, или какие-то комнаты, то есть выставить сюда нал-значения. Визуально это выглядит так. В случае удаления записи из родительской таблицы, соответствующие записи в дочерней таблице сохраняются, но вместо старых значений, явно здесь указанных, в данном случае здесь будет установлен нал. Эта операция также поддерживается большинством СУБД, но если вдруг ваши СУБД это не поддерживают, вы снова-таки можете использовать триггеры. Следующей разновидностью каскадных операций является установка значений по умолчанию. Суть этого подхода состоит в том, что при удалении записи из родительской таблицы, значение внешнего ключа в дочерней таблице должно быть установлено в некое значение по умолчанию. Небольшой пример из предметной области. Допустим, в случае удаления сотрудника колл-центра, все телефоны, которые были ранее закреплены за этим сотрудником, временно переносятся, закрепляются за руководителем отдела. Визуально это выглядит следующим образом. Как только удаляется запись из родительской таблицы, должно быть каким-то образом вычислено вот это вот новое значение, которое станет новым значением для внешних ключей тех записей, которые ранее были проассоциированы с удаляемой записью. Установка значений по умолчанию не поддерживается большинством СУБД, поэтому вы, как правило, должны реализовывать его самостоятельно с использованием триггеров. Существует также возможность запретить каскадное удаление и каскадное обновление. В этом случае, если вы попытаетесь удалить запись из родительской таблицы или обновить первичный ключ записи в родительской таблице, операция будет запрещена при условии, что с этой записью из родительской таблицы связана хотя бы одна запись из дочерней таблицы. Например, в каком-то онлайн-магазине мы можем запретить удаление категории товаров при условии, что в этой категории есть хотя бы один товар. Визуально это выглядит следующим образом. При попытке обновить или удалить запись в родительской таблице, СУБД проверяет, есть ли такие значения в дочерней таблице, и если такие значения есть, то эта операция будет запрещена. Такое поведение поддерживается всеми существующими СУБД, и стоит отметить, что в зависимости от синтаксиса может писаться как no action, так и restrict, и это абсолютно одно и то же. В завершении разговора о каскадных операциях следует подчеркнуть несколько важных фактов. Первый из таких фактов состоит в том, что любая каскадная операция активируется только при работе с родительской таблицей. Никогда работа с дочерней таблицей не может активировать никакую каскадную операцию. Второе. Каскадные операции активируются только если затронут первичный ключ. Так, например, если вы в родительской таблице обновите какое-то поле, вот у нас есть таблица, есть ее первичный ключ, например, у нас выставлено каскадное обновление, но вы обновляете только какое-то поле, не связанное с первичным ключом, не первичный ключ, никакой каскадной операции здесь не будет. Для ее активации должен быть затронут первичный ключ. Также в продолжении только что сказанного важно подчеркнуть, что вставка и выборка данных никогда не активируют никаких каскадных операций. То есть они могут быть активированы только обновлением и удалением. Не все СУБД поддерживают полный набор каскадных операций. В некоторых случаях вы должны их реализовывать, скажем так, вручную, как правило, с помощью тригеров. И важно помнить, что многие каскадные операции являются взаимоисключающими. Например, вы не можете одновременно активировать каскадное удаление и каскадную установку значений NULL. То есть надо выбирать либо то, либо то. И последний очень важный момент. Каскадные операции очень сильно снижают производительность СУБД. Поэтому, если у вас есть какие-то таблицы, которые вам нужно связать, и вы понимаете, что некое значение, которое могло бы выступать в качестве первичного ключа родительской таблицы, будет очень часто меняться, постарайтесь сделать отдельный искусственный первичный ключ, значения которого будут всегда одними и теми же. А вот то поле, которое будет часто меняться, сделайте просто полем этой таблицы. В противном случае вы получите очень много каскадных операций, которые просто сожрут производительность вашей базы данных. Только что рассмотренные каскадные операции и понятия ссылочной целостности являются лишь небольшим подмножеством такого явления, как консистентность данных, заключающегося в том, что база данных всегда должна удовлетворять всем ограничениям целостности. К таким ограничениям целостности будут относиться и проведенные между таблицами связи, и учет типов данных, и учет всяких правил ограничений, и учет многих-многих-многих-многих других параметров, которым соответствует любая база данных. То есть на самом деле этот набор может включать в себя сотни и тысячи правил. Но одну из наиболее наглядных, одну из наиболее явных ситуаций сохранения консистентности данных мы сейчас рассмотрим. Особенность представленного здесь примера состоит в том, что ни одна из существующих в мире СУБД не может реализовать такое поведение автоматически, и вряд ли когда-нибудь сможет. В чем идея? Существуют рубрики новостей, новости, и нам нужно очень быстро, считайте мгновенно, за нулевое время, узнавать, когда была в каждой рубрике опубликована самая новая, самая свежая новость. Конечно, мы можем это посчитать с помощью Join-запроса, но это будет очень-очень долго. Но мы можем пойти и по другому пути. Мы можем сюда, в таблицу рубрик, добавить специальное поле, которое будет в себе хранить эту информацию. Но эту информацию СУБД автоматически обновить не может. С точки зрения СУБД это просто какие-то даты. Она понятия не имеет, откуда они берутся, когда они должны обновляться и так далее. Понятно, что это даты публикации новостей, но мы должны реализовать какой-то собственный механизм того, как эта информация будет попадать сюда и будет обновляться в случае, допустим, добавления, удаления или обновления новостей вот в этой вот таблице. Естественно, мы это будем делать с помощью триггеров. Это одна из основных, просто самых ярких задач, которая прекрасно решается с помощью триггеров. О триггерах будет подробнее рассказано дальше в нашем курсе, а уже буквально в следующем видео мы будем говорить об индексах.